Путин Сегодня признан, как политик, лидер номер один. И мы ему верим, и ему весь мир верит. Он еще лет 15-20 проживет и будет. Вот и все и будет, что я и поддерживаю. Когда не уйдет, он наведет божественный порядок. А пенсия у вас какая? Пять тысяч. Пять тысяч. За квартиру хватает заплатить? Плюс блокадная забыла еще сказать. А на еду? Нет. На дорогу? Нет. Что тебе надо? Что ты проебался ко мне? Что? Я люблю Путина. Здравствуйте! Хотим родину защищать, чтобы в нашей России никогда ничего не случалось. Красная армия идет к Берлину. Собирайте фашистов в кучу. Мальчишки вчера, диверсанты сегодня. Трубие ребята, спецназ, ГРУ. Любая задача, разведчик угодно. Нас родина просит навстречу врагу. Девушки без нас. Девушки без нас. Именно так Владимир Путин назвал коллективный Запад сегодня. Мы знаем, как этот так называемый Запад ведет себя по отношению к России. И тогда мы должны будем воевать со всей организацией НАТО. Это что такое? Украина имени Владимира Ильича Ленина. Вот Запорожская сечь, по сути, вошла в состав империи. Они же не входили как украинцы. Русские. Позволить, чтобы историческая российская территория с преимущественным этническим русским населением ушла вот туда. Более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей. Наш единый народ, а я считаю, что белорусы, русские и украинцы это единый народ. Много раз об этом говорил. Много раз. Результат референдума 2014 года еще не только возвращение исторической справедливости, восстановление исторической справедливости. Никогда Россия на коленях стоять не будет. Вот эти к нам еще приползут на коленях и будут просить наших новых технологий, наших космических программ. И мы еще будем кормить Европу и Америку. Это стопроцентное российское изобретение. А детали? А детали, к сожалению, иностранные. Подергали, не получилось. Спутник Метеор-М, который запустили сегодня с космодрома Восточный, не вышел на расчетную орбиту. Связь с ним потеряна. Открушение прогресса. Космический грузовик, который должен был доставить груз на МКС, потерпел аварию и сгорел в атмосфере. Слава Богу, что мы живем в России. Перестали открываться сайты Deutsche Welle, Медузы, BBC, Радио Свободная Европа и его других проектов «Голос Америки». Кроме того, ряд СМИ самостоятельно объявили о закрытии. Например, известное уральское издание «Знак.ком», независимый томский телеканал «ТВ-2». А редакция лайфстайл-издания «The Village» объявила, что по соображениям безопасности продолжит свою работу из Варшавы. Накануне, напомню, о временном закрытии объявил телеканал «Дождь». Была закрыта радиостанция «Эхо Москвы». Блокировка связана якобы с распространением фейков о происходящем в Украине. Политический режим, прежде всего, напоминает поздний совок, то есть это 80-е годы. Все запуганы, все молчат, все, кого можно было заткнуть, уже заткнулись или уехали на Запад. За распространение лживой информации будет до трех лет. За распространение информации, организованной группой лиц и специально созданной информацией до 10 лет. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Надо понимать, что это не война с Украиной и украинским народом. Это не война с Украиной, это я скажу. Это военная операция по защите ЛНР и ДНР, по деноцификации и демилитаризации. Приказываю действовать предельно жестко. Любые цели, угрожающие российской группировке или нашей наземной инфраструктуры, подлежат немедленному уничтожению. Сатурна, остановились в аппарат. Редактор субтитров А.Семкин